Приветствую гостей и подписчиков к каналу. Ребятки, очередной видосик по мопедке, по моей. Как и обещал, как и говорил, что переберу двигатель. Как вы видите, двигатель перебран. Установлен коленвал на 110, поршневая 110, голова пока стоит 72. Также были заменены все подшипники внутри на японские аналоги. Проверена вся коробка передач досконально, на трещинки, на все прочее. В общем, пока мотор вскрылся, все перепроверил абсолютно полностью. И после запуска двигателя появился стук. Сейчас я покажу вам его, не знаю, как камера будет передавать. Сейчас попробую показать. Так, вот, что стучит здесь, в головке. Ну да ладно, двигатель работает отлично, ровно, прекрасно тянет. Это вообще шикарно. Но появился шум и стук. Всю голову сломал, что это может быть. Перелистал весь, весь, весь интернет, все форумы и все прочее. И в итоге до меня, ребята, дошло. Одно видео бы увидел, до меня дошло. Когда я купил поршневую, вместе с ней шел комплект прокладок. И так же я купил, чтобы весь мотор с половиной поменять коленвал. Так же я купил комплект прокладок отдельный. В итоге, когда собирал я, я примерял прокладку под голову. Поскольку я разорвал новый комплект с прокладками. И решил оттуда же взять прокладку под головку. Не стал портить, как бы, ну, тот комплект, который шел с цилиндром. Установил его сюда. А потом до меня дошло, когда я увидел видео одно в ютубе, один парень показывает. Я установил 72 прокладку сюда. От 72. Потому что пересмотрел свой заказ. И действительно, да, заказал я не 110 комплект на весь мотор. А именно 72. И так же, как и у него, у меня, видимо, бьет поршень по самой прокладке. Она чуть-чуть прям уже. Сейчас мы это разберем и будем смотреть. Просто уже не терпится. С работы прискакал. И надо, как бы, все до конца доделать. Сейчас по-быстренькому разбираем голову. И проверяем, так ли это или нет. После запуска двигателя я сломал всю голову. Думаю, ну, как же так, как же так. Я перебирал столько дней двигатель. Саму переборку не стал снимать. Поскольку это было очень нудно, на жаре. И в районе трех дней это происходило. Все проверяли, все мерили. Проверили весь коленвал абсолютно, что он полностью ровный, что он в отличном состоянии. Все подшипники были заменены на японские. Вся коробка была проверена. Колено тоже все было абсолютно проверено полностью, что оно ровное, не бьет, не кривое. В отличном состоянии. И после запуска, что меня ждало, это вот такой стук. Так, ребятки, все, разобрал, уже темнеет. Свечу телефончиком. И вот она, причина стука. Если вы видите, на поршне маленькая такая блестящая канавка по кругу. Вот она и стучала по нашей прокладке. Сейчас снимем прокладку саму и посмотрим. У многих, кстати, я когда искал причину, многие выкладывают видео и спрашивают, в чем причина. Откуда такой стук. Сейчас. Главное, шестерни, чтобы не провернулось, чтобы потом метку особо не искать. Чтобы просто потом перепроверить, чтобы она не слетела на всякий случай. Чтобы она оставалась на зубьях. Да, вот она, причина нашего стука. Видите, как вот бил поршень по вот этому колечку? Вот она блестящая стала. Видно, что он по ней тюкал. Ничего страшного, это, конечно, не происходит из-за этого. Все жалуются, говорят, много долго ездить, даже у многих сновья такая ситуация. Вот по ней видно, что по ней тюкал поршенек. Сейчас попробуем найти наш новый комплект. Сейчас вот приложим. И вот вы видите, насколько диаметр разнится. Сейчас покажу наглядно. Вот это вот как раз окраинный. По этой окраине он и тюкал. Качество, конечно, прокладок, бля. Вот здесь вот задир. Тут переломчик. Сейчас ставим 110-ку. Вот она. Смотрите, насколько она побольше. Как раз вот по этим местам поршенек и стучал у нас. Сейчас ставим 110-ку, уже не терпится. И посмотрим, будет ли стучать. Погнали, соберу, тогда заведу, покажу. Так, ребятки, вроде все собрал. Все готово для запуска. Масло налило место. И сейчас будем тестить. Посмотрим на результат. В этом ли было дело. Хоть бы прям в этом. А, краник, краник, краник. Не забываем. Открываем краник. Все, запуск. А вот теперь слышим стук клапана. Была снята. Прокладка замерена. Клапана настроены. Вот такой вот получился результат. Передача стоит. Оп, вторая. Ноль. Прямотор работает ровненько, прекрасно. Никаких посторонних шумов и стуков нет. Клапана не в соку у тебя их настроил. Поршень по головке не бьет по этой прокладке. Такой курсусный результат. Причина была, как я сказал, в неправильной установке прокладки. Точнее, не в той прокладке. Не ту установили. В общем. Так вот был как раз краткий видосик. Получительный. Кому понравился результат. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будет еще очень много видосиков с данным македрончиком. По кофрам потом сниму отдельное видео. Поставил сюда замочки. Так вот все получилось. В общем, такой вот был результат. Стук устранили мы. Причину я вам назвал вот этого стука в двигателе. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну все. Мы погнали кататься. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok